Всем привет, с вами Priya. Игра развивается, каждое обновление вводится что-то новое и эссенции, которые успешно были введены в эту игру, продолжают пополняться. Таким образом, в обновлении 8.3 будет несколько новых интересных эссенций, а именно 7 штучек. 2 на хила, 2 на дамагера, 2 на танка и 1 субстанция на общие роли, скажем так. Так она и дамагером может вписаться, и хилам, и танкам. То есть вставить ее может в свое ожерелье абсолютно кто угодно. Начнем с нее, начнем с этой общей эссенции, субстанции. Formless Void. Ее мощная способность позволяет скопировать энергию сердца Азерот выбранного персонажа, получив доступ к используемой в данный момент мощной сущности первого уровня на 15 секунд. Время восстановления бесформенной бездны будет на 50% больше базового времени восстановления скопированной сущности. Суть заключается в том, что мы просто-напросто берем, кликаем по кому-либо участнику рейда, и при наличии бесформенной бездны в большом слоте у себя, мы просто берем и копируем его способность, которая заключается в эссенции в большом слоте, и можем ее использовать. Полезно ли это? Вопрос хороший. Будет ли это использоваться? Тоже вопрос хороший, но звучит весьма интересно. Также пассивная малая способность заключается в том, что если союзник в радиусе 40 метров использует Азеритовую сущность, то нам немножечко повышаются статы, а именно сила на 372 на 20 секунд. Я уверен, что при повышении уровня эссенции будет повышение каких-либо других стат, например, скорости, искусности, крита, что-то еще точно будет повышаться, потому что повышение только мейн стата, это не особо классно на текущий момент времени. Как уже было сказано ранее, к каждой роли в игре прикрутили по две эссенции. Первая танковская — это касание вечности. Когда в следующий раз вы окажетесь на пороге смерти, вы не умрете. Восполните 20% максимального запаса здоровья, и в течение 3 секунд будете получать на 85% меньше урона. Срабатывает не чаще раза в 10 минут. Это что-то наподобие чистилища, только еще сильнее и с хорошим таким сейвом в виде минуса 85%. Пассивный эффект тоже весьма неплох и срабатывает не чаще 1 раза в 1,5 минуты, то есть когда всего лишь 90 секунд. Бонус его заключается в том, что когда у нас ниже 35% запаса здоровья, наш показатель избегания повышается на 280 на 15 секунд, а также следующее применение эффекта блока щитом будет длиться на 30% дольше. Ну, конкретно блок щитом — это у воина, а у других каких-либо классов это будет что-то в виде активного снижения урона. То есть если мы откроем наш спеллбук, то установив какие-либо определенные аддоны, будет писаться, что это активное снижение урона. Именно у воина — это блок щитом. И я уверен, что при росте левела эссенции будет повышаться число регена ХП, число повышения избегания, также процент на продление эффекта 100% будет повышаться, там каких-нибудь 40-50 секунд, скорее всего, в виде длительности своей. Приятная, хорошая эссенция. Сила хранителя действует как массовый таунт. Это классно. Это давно пора было ввести каким-то образом в игру. То есть если она у нас заключена в большом слоте, то по ее мощной способности, используя силу хранителя, мы можем затаунтить на себя мобов, и они будут атаковать нас 6 секунд рядом стоящих мобов с КД в 2 минуты. Ну а малая способность, пассивная, позволяет раз в 2 секунды накапливать 2 200 исцеления, вплоть до 52 тысяч. И когда мы уклоняемся или прерывем атаку, восполняем здоровье в объеме, равном сохраненному исцелению. Ну, микро-отхилл, скорее всего, это будет актуально для монаха в плане своего пассивного использования. Ну а то, что массовый таунт рядом стоящих мобов от мощной способности, скорее всего, это будет актуально для тех боев, где будет большое количество мобцов. Из всех прошлых боев мне вспоминается Глубиний, который был еще в осаде Аргримара, давно-давно в Пандарии. Ну а текущие энкаунтеры будут ли требовать массового таунта? Хороший вопрос. Две дамагерские субстанции. Первое. Дыхание смерти. Скорее всего, именно такой перевод. А мощная способность, Риппинг Флеймс, позволяет воспламенить нашу цель стрелой Азерита, нанося урон от магии огня. И если запас цели менее 20%, то ее кулдаун просто-напросто будет снижен. Это на первом уровне весьма неплохо. Я уверен, что при каком-нибудь там втором или третьем уровне будет какой-нибудь дополнительный бонус на возможное увеличение дэмэджа, или просто-напросто запас ХП будет более щадящим. То есть, например, если на текущий момент используя эту стрелу Азерита при 20% ХП мы снижаем кулдаун на 30 секунд, то, быть может, на 25% можно будет юзать или там на 30% ХП можно будет юзать с целью снижения кулдауна. И это уже будет неплохо. Хороший таргет дэмэдж можно извлечь из этой Азеритовой сущности. Я уверен в этом. Но, опять же, все нужно смотреть на практике. Все нужно смотреть по другим цифрам. И, само собой, сравнивать с другими эссенциями. Ну а пассивная способность самая обычная, не требует кого-либо объяснения. Заклинания способности могут нанести цели урон от огня. Уверен, что с ростом эссенции этот дэмэдж будет повышаться. Spark of Inspiration Искра Вдохновения Мощная способность, весьма интересная. Она позволяет нам высвободить волну энергии, увеличивая урон, наносимая Азеритовыми эссенциями всех участников группы в радиусе 15 метров на 45% на 10 секунд. То есть, некая такая эссенция, которая немножко и саппортит. Но она заключена в ДД-специализации. Возможно, каким-то классом, каким-то спеком придется брать эту эссенцию с целью того, чтобы другие классы и другие специализации в рейде, либо там в мифик плюсах, как-либо раскрывали себя. Потому что увеличение дэмэджа на 45% это весьма серьезно. Малая способность позволяет откатить эффект мощной способности этой же эссенции. То есть, нанося дэмэдж, мы получаем баф Силу Единства, который повысит скорость на 151, но также уменьшит КД-шку нашей мощной способности Сердца Азерот на 1 секунду. Если это будет прокать очень часто, то вместо 1 минуты кулдауна на эту искру мы получим, ну там, 40, наверное, 45. А это уже, в принципе, неплохо. Две хиллерские субстанции. Просто вставлю их в картинки и прочитаю описание для третьего левела. Мощная способность Гвардинг Шелла запускает 12 защитных сфер, которые будут двигаться вперед в течение 4 секунд. Первый союзник, которого они коснутся на своем пути, получит щит, который поглотит урон в течение 10 секунд. Всякий раз запуская защитную сферу, вы будете получать поглощающий урон щит в размере 2% от вашего максимального здоровья. Когда союзник получает щиток, то вы и он восполняете по 1000 здоровья. А малая способность очень проста по своему. Каждые 10 секунд союзники в радиусе 15 метров получают щит, который поглотит некоторое количество урона и суммируется некоторое количество раз. Защищенные этим щитом цели получают на 3% меньше урона. А также уникальный эффект, он почти у всех эссенций в пассивном слоте присутствует. Это уменьшение эффекта осквернения на 10 единиц. Вторая хилерская эссенция, дух сохранения. Мощная ее способность, сейвинг виджел, позволяет направить энергетический луч в сторону союзника, исцеляя его на некоторое количество здоровья в течение 3 секунд. Другие союзники в области действия этого луча исцеляются на меньшее количество здоровья каждые 0,6 секунд. Каждый раз, когда бдительный защитник, ну то есть мощная способность этой эссенции, исцеляет основную цель, вы получаете эффект праведного духа. По факту принцип этой эссенции очень схож с дамагерским лучом, который дамагает цели. Но там, по-моему, дэмэдж одинаковый, если я не ошибаюсь. А тут от хилл в основную цель будет идти больше, а те, которые стоят на пути этого луча, поменьше. Малая способность духа сохранения, это праведный дух. Каждые 5 секунд мы получаем эффект бдительного защитника, который дополнительно усиливает наше слабое умение исцеления на определенное число, суммируясь до 5 раз. Каждый поглощенный эффект бдительного защитника повышает вероятность критического срабатывания следующего слабого умения исцеления на 20% на 6 секунд. То есть это все перекручено немножко в плане усиления от хила, но в принципе весьма интересно. То есть от луча мы запускаем пассивку, пассивка запускает наши усиленные слабые хиллы, и в итоге просто получаем плюс цифры после использования этой основной эссенции. Забавно, классно, интересно. Посмотрим на практике. Все эти эссенции реально нужно смотреть только в бою и что-то думать насчет них только в тот момент, когда пулится босс и смотреть, какие цифры вообще делает какая-либо эссенция. Неважно, танковская, хилерская, дамагерская или вообще общая в виде бесформенной бездны. Абсолютно все касательно эссенции было сказано. Максимальный уровень шеи был поднят до, наверное, 85-го или 90-го. Пока что еще насчет этого информации нету никакой. Но самый последний слот, который мы можем видеть в виде стойкости повышения выносливости, дается на 83-м уровне. То есть если нек повысится до 85-го, ну окей. Если до 90-го, ну еще пофармим. Почему бы и нет? Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте про ссылочки в описании. До скорого.